Итак, счастье начинается с веры. Первая, значит, ступень. Счастье, когда вы можете ее чувствовать, это называется вера. У нас на скрите Шрадха. А затем, когда вы чувствуете счастье, это счастье вас приводит к людям, с которыми вы можете поделиться. Подобными вещами означает, что они должны быть такими же верующими, как и вы, обладать такой же верой. Это называется Саду Санга на скрите. Счастье увеличивается от общения гораздо больше. Если встречаете человека полдуху, так сказать, это обогрешает вас, это вас возвышает. Счастье вы в 100% больше. Что вы не один такой, что есть такие же люди. Вы можете общаться, и счастье умножается. Но затем, когда вы общаетесь с такими же людьми, у вас приходит желание действовать на этом уровне. Он называется Баджана Крия. Когда вы действуете на этом уровне, именно действие совершаете, счастье становится реализовано в вашей жизни. Все, прощает бытовуха и скука. В этой жизни вы уже никогда не соскучитесь. Если у вас есть вера, общение, и вы начинаете это делать, в вашу жизнь приходит внутренняя великая энергия Божественной силы. Вы никогда не соскучитесь. Она начинает вами руководить. И таким образом, когда сердце очищается, вот в такой деятельности именно, тут наступает интересная вещь. Она называется на скрытии Ништха. Как ее перевести, сейчас объяснить сложно. Но это сродни тому, что говорил Иисус Христос. Вы обретаете могущество. Такая у вас твердая вера, что если вы говорите, горе, иди сюда, она придет к вам. Я не знаю, как это объяснить, но он сказал так. Но есть другое слово, которое объясняет это. Могущество. То есть твердая вера означает, что вы можете строить свою жизнь и достигать то, что вы хотите. Невозможные вещи творить, как говорится. Это значит твердая вера. У вас невозможность без толку, она научно обоснована. Опыт, знания у вас есть. Это вы можете планировать свою жизнь и достигать. Как планировать свою жизнь не на уровне фантазии и неизбыточных вещей, а на уровне интеллектуального предвидения. Когда все ваши планы на самом деле могут реализовываться. Перейдем к примеру. Например, вы строите дом. Вы должны создать проект. Но чтобы создать проект, который можно воплотить, вы должны знать науку. Например, Сабрамат изучали. Инженер знает, что такое сопротивление материалов. Вы должны знать свойства материала, прежде чем создать какие-то проекты. Вы должны знать, из каких материалов это вообще можно осуществить. Вы же не будете дом строить на песке. Но, к сожалению, многие свою жизнь строят на таком фундаменте. Никаких причин нет, чтобы это осуществилось. Но по незнанию, по фантазии, как дети фантазируют, мы можем придумать такое просто. А потом удивляться, а почему не получилось? Хорошая была мысль. И другие люди поддержали тоже это. И всем понравилась моя идея. Но почему же не воплотилась? А стала просто какой-то утопией. Интеллект не участвовал. Мы не изучили материал. То есть не изучили людей, которые нас окружают. Мы понадеялись на этих людей, а им заманули в конце. Например. А что это означает? А значит, что я дурак. Вот что это означает. Я это все придумал. Я просто глупо понадеялся на это. Потому что для того, чтобы планировать свою жизнь, нужно знать природу людей. Законы природы. Законы кармы. Что такое гуды материальной природы. Как же мы можем доверять, скажем, нечестному человеку? А как распознать? Вот тут и нужен интеллект разум. Вот тут мы должны обратиться к этому. Если мы не развили вот эту внутреннюю энергию, мы не можем ничего планировать и достигать. И в результате я неудачник. И что это означает? Что я вижу на весь мир очень глубоко. Мой разум поражен. Я фактически болен. И что я делаю? Я просто начинаю пить водку. Я очень трудно вывести в это состояние, когда этого человека принимает такое решение. Когда его разум поражен. Поэтому удачи, правильная жизнь, как бы успешная, она дает нам силу быть чистым, могущественным человеком. Твердая вера – это могущество. Вы знаете, как достигать желания? Вера и знания идут вместе. Вера без знаний не может быть сильной. И постоянной, и твердой. То есть наука опять же нужна. И когда человек достигает такой твердой веры, следующий шаг очень интересный. Уже следующий шаг означает, что вы счастливы сам по себе. Просто сам по себе. В смысле свободны. Независимы. Вас не купите на какие деньги. Никакие глупости вас больше не интересуют. Вы знаете, что то, что мы ищем здесь во мне, как сумасшедшие, находится внутри меня самого. Это чакра духовности. Вот там счастье. Нигде ее больше нет. Внутри человека нужно открыть в себе. То есть для этого мы говорим об этом, о человеке, потому что когда встречи духовного человека, предлагаете ему наслаждаться жизнью, чтобы вы счастливы, вы оскорбите его. Духовному человеку никогда не предлагаете сигарету или стакан водки на Новый год. Это оскорбление будет. То есть это неприменимо к таким личным, которые открыты в высшие центры. Но если вы человека с низшими чакрами, но Новый год не угасите водкой, он обидится на вас. Вы оскорбите вот таким образом. Видите, какая наука отношений разная. Нужно понимать, кто я, какие люди окружают меня, на каком уровне они находятся и как общаются с ними. Каких-то людей мы вообще не замечаем. А тут только многое зависит в нашей жизни. Уже вообще не замечаете. Дворники есть в городе, они метут дворы. Кто-то замечает? Если я спрашиваю, там на улице никого нет, вы выйдете, и там дворник будет. Никого тут нет. Пусто. А от них очень многое зависит. Мы это можем не замечать. Мы не замечаем свою зависимость от родителей, пока они живы. Те, кто уже знает, как это дело родителей, они уже знают, что это очень важно, мне так кажется, что никто вас так любить не будет в этом смысле, как родители. И вы всегда опираетесь на их существование. Даже если вот, просто не замечаете, как рыба в воде, она и воду не видит. И так с течением жизни мы начинаем понимать те важные простые вещи, мудреть, от которых мы зависим и вообще-то все зависим. Наше счастье зависит от понимания, кто такой отец, кто такая мать, кто такая жена, кто такой муж, кто такой друг. Вот это эти вещи, от этих понятий. И как это именно? Ну, святое это все должно быть. Духовное это должно быть все. Вот это и есть. уже как бы путь к совершенству, путь к совершенному отношению. То есть, а духотворить свою жизнь необходимо. Не идею создать, а духотворить. Вера, счастье, общение, практика, твердая вера, счастье. Ну, а дальше, я говорить не буду, дальше будут еще сложные вещи. Дальше будет еще есть. Нам нужно освоить вот эти вещи. И для чего это все звучит?